Так, всем добрый день, сегодня мы находимся в парке Бахановсад. Сегодня мы находимся в парке Бахановсад, блядь. Немножко температура воздуха плюс 15. Вчера был дождь небольшой, раненами дожди были. Сегодня угорь потеплее, немножко. Да, вон там вот тут какая красота. А диванчик видела, тут всё зелёное, месяц назад было тут. Ничего не было, снег лежал. А уже вот такие вот виды через месяц, прям. Вот это как будто раз с ручком и лето наступает. На самом деле, сейчас до лета может быть далековато, но всё равно. На улице всё зелёное, всё расширило, сейчас там можно. Телефаны вон там растут много, белок не видно, не знаю, где, ничего не там. Прямо прям белок сюда. Тут их полно, в принципе. Да, но много белок сегодня. То есть точнее парки Бахановсад. Тут пять, по-моему, белок, или четыре точно есть. Вот такие вот аллеи. Прям непривычно смотреть. Эх, погода сегодня более-менее потеплее стала, чем вчера было. Вчера вообще было холодно. Ну, как холодный флистрахт, центральная аллея. А мы, наверное, пойдём по другой дороге. Не по центральной аллее, а сирени начинают свисти в этом году. Да, в конце концов. Да, в конце концов. Вчера мы, наверное, не знаем куда по идти. Да, не знаю куда по идти. Пойдём в этот. Вот. Там мы на фракат. Компьютерный клуб, прокат велосипедов, самокатов, машинок для детей, ну и семейная, даже большая такая, типа как велосипед, машинки разные детям, ну и так далее. Игровой клуб, клуб, если нет у кого-то компьютера, можно поиграть. Я давно отвык от этого в принципе, раньше я тоже ходил в компьютерный зал, когда у меня не было компьютера в принципе. Ну это начало 2000 было, да прям какая-то ностальгия, вот один единственный компьютерный клуб, хотя может быть не единственный, но именно в парке, такого у нас ни в одном парке нет, кстати, компьютерного клуба. О, даже колодец открыть. Да, тут у нас все зеленое, все рассвело, довольно быстро все рассвело, прям капец как изменилось все на свете. Я не скажу, что месяц назад было, был снег лежал, а сейчас было все зеленое и почти лето. Дерских площадок очень много, там полотенец площадки есть также, ну тут у нас много чего есть в этом парке, ну от аксёнова кто-то нет, в этом парке ребят, вот от аксёнова нет, единственный парк краской воняется, красит где-то, лавочки или скамейки, или что-то еще. Белок я не вижу тут, хотя они по сути там не будут, тут где-то быть, но их что-то еще зимой мы увидели белок, а вот сейчас я что-то не наблюдаю вообще их, то есть их нет. Но они обязательно есть, тут их полно, так-то приходили ко мне белок в Баханов-чат парк. Еще, наверное, небольшой влог. Будет. Да, прям не верится, что вот-вот осталось все тепла дождаться, чтоб было тепло и все. Не можно сказать полноценное лето, хотя у нас уже было 35 градусов, довольно. Жара была 35. Ну это всего было два дня, по-моему, или пару дней, ну да, когда мы за дров ходили на пляж. Это вот центральная аллея парка, тут вон на самокатах катаются, скажем. Ну вот такие вот аллейки. Классный парк, но он не слишком большой по площади, наверное, Типа открыл бы как Парк Победы, но может чуть-чуть меньше Парка Победы, где-то. Вот. А так классный парк, довольно. Просто, конечно, небольшая, но... Но все, как бы, для такого парка. Конечно, раньше он был шикарным парком, то есть, были именно аттракционы, стояли и корочили для детей. Я еще в то время достал его, в принципе, хотя я очень редко, по-моему, в детстве был. Именно тут, в парке, в этом... Но все равно. Тут есть редкие деревья, так что... Очень... То есть, не это старинные деревья, я сказал бы, не редкие, а... Старинные деревья, которые еще сохранились от солдателей Быхановых. Ух! Вот, Парка. Вот, это... Прям... Ну знаю, белок... 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 Белок не вижу вообще. Хотя, после, я не давно-нибудь тут, то есть, не могу, ну... Эту дорожку есть, как бы... Плохая прям... Сделали. Ну... Вот такая красота тут. Чем мне нравится Быханов сад? Тем, что... Он парк такой прям... Как будто, как Леша Степь, типа-то... Типа того. Ну, то есть, есть ли... Очень много дверей, во-первых. Очень много растений. Ну, и аллеи... Пикарные. Красивые. А, вот такие вот аллеи есть. В принципе... Можно... Надеюсь, впереди тут покататься, но особо... Далеко не уедешь, но все равно... Мусор собирают... Чистить. Я не знаю. Туи тут стоять. Или как их называют еще. По-моему, туи, скорее всего. Ну, такие вот. По поводу хотел кратить билетов. Вот. Теперь... Смотрите. За 11 суток. Они продают. Но... Только... Больших градов. Станция управления. То есть... Откуда я хотел уехать. Ну, например, я с Грузией уже все время на море. Вот. И... Проблема следует... Они не дают только на Москву. Вот это вот обидно. За... 90 суток... Невозможно купить низные места. Именно на тот поезд, который я сегодня беру. В этом году. Вот. Проблема в этом году. Блин. С билетами. А так и хотел предупредить, что... Планирую очень заранее, потому что... За 90 суток, смотря в какой станции. И, наверное, как грязи наши. Грязи воронежские. То... Это... Надо... Узнать. Ну, вот именно на 156-й, на 155-й... Нету... Билетов. Все верхние, верхние боковые, либо нижние боковые, и все. Это максимум, что можно улететь. Приходится... Вот, либо с Москвы, либо с другого города, который... Ну, ближайший там... Москва, Рязань, там, еще и какие-то города, чтоб рядом были. Вот. И... А иначе я не знаю. Я позвонил, сколько раз звонил на вокзал. То есть на горячей линии ЛЖД. Они даже ничего не знают. Я же говорю, что... Они постепенно выставляют их. Типа того, там. Ну, короче, наверное, опять. Сегодня для людей. Типа того, можно так сказать. Вот. Раньше такого не было. Увы. Раньше... Да, это, наверное, самое главное. Сейчас. Сели купим билеты. В одиннадцатый суток. На... Через... Мне не... Ну, именно на мой поезд. Не получается у меня купить билет. Увы. Не... У меня еще дата... Не пришла моя. Но... Я уже смотрел. Там... На 22-е, на 23-е. Из юля. То есть... Ну, мои даты вот эти вот. Которые... Ну... А если с Москвы брать, то... Где-то... В районе... На 1300 дороже билет стоит, чем в Ельгризе. Вот и думаешь... Зачем они так сделали? Вот это не... Мне непонятно. Очень обидно. Сейчас еще прижу знакомых. Потому что... Они тоже хотят билеты брать. Вот и как. Ну, блин... Вот это вот проблема. Да. Давно такого не было. Я уже беру билеты, наверное, онлайн... Десять лет. То есть десять лет подряд уже беру билеты. Мне кажется, нареканий не было. До этого года. А... Они еще и делают так. Когда с Москвы не будут брать билеты, они... Там, встудеют... На... Другие города. Ну, на другие станции, которые они проезжают. И в итоге... Для моей станции не остается билетов... Вообще. Вот это вот обидно. И как с другим брать билет? А других вариантов нет. Только... Брать билет полный. Из Москвы, да, наоборот. Вот и все. Вот так вот сделали, так что... Советую... Вам пересмотреть по езда. Конечно. Кто поедет в Анапу. В этом году. В первую очередь. Во вторых. Стройте. Берите билеты. Именно... Другой какой-то поезд там посмотрели. Вот именно у вас билеты были. Смотрите. За два, за три дня. За одиннадцать шуток. На какие есть поезда билеты. Потому что... Я это внимание не обратил. Неделю назад все было нормально. Где-то... Ну, десять дней назад. Продавали билеты. То есть, можно было купить спокойно там. На пятнадцатый, на... Десятого июля примерно. На одиннадцать шуток были... Продавали билеты. Через грязь. То есть... Покойно можно было. Любые места въезд. Там первое, третье там или... Пятое, седьмое и так далее. То есть. А сейчас... Вообще ничего нет. Верите? Вообще ничего нет. Вот это вот обидно. Вот такие вот подробности. По поводу билетов. Верите на кто суток. Смотрите внимательно. Потому что... Может быть на ваш поезд. И нет билетов. С вашей станции. Так что вот такие вот подробности. Всем хорошего дня. Надеюсь вам полезна эта информация. Потому что... Я столкнулся... В такой вот... Проблемой. Что я не могу купить билет. На мой поезд. Который я езжу все время вот... Туда. Обратно это я... Возьму. И то наверное... Ведется опять домашку брать. А иначе билета вообще нельзя купить. Вот такие пироги, ребят. Вот такие вот дела. И билеты они в этом году. Очень жалко. Что так происходит. Так что всем хорошего дня. Отличного настроения. Всем удачи. И всем пока-пока. До следующего видео. И эфира. С вами был Евгений. И это был Павел Буханов-Сад. В Галатрибе. Улица Гагарина. Всем удачи. И всем пока-пока. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Дальше еще интересно будет. У нас практически лето. Можно так страдать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok